в этом видео я бы хотел рассказать почему не стоит писать комментарии и когда их все-таки стоит писать итак давайте посмотрим на какой-то абстрактный пример и например столкнемся с такими комментариями вроде бы как комментарии нам помогают лучше понять код но во первых нужно ли это и мне например они очень мешают и не только мне это как бы хорошая практика не писать комментарии там где они не нужны так давайте начнем с очевидного и вот здесь у нас например к это какое-то поле класса количество кристаллов зачем описывать в комментарии что это количество кристаллов если переменная и так вернее поле называется кристалл каунт то есть во первых да то есть это все очевидно окей если это не очевидно и здесь нужно что-то добавить объяснить то ну допустим нужно но давайте посмотрим с какими мы можем столкнуться проблемами допустим вы где-то далеко в программе разрабатываете и вам не понравилось название выберете переименовывайте по всему классу например и называете не кристалл каунт а койн каунт количество монет окей вы назвали но не всегда среды разработки переименовывают вами комментарии а вот и у вас комментарий остался каунтов кристалл здесь логика уже для монет это первое второе программиста который описывает комментарии у него вместо того чтобы ушло время на код он тратит время на придумывание и описывание комментариев вот лучше потратить время и описать само само поле либо метод и не тратить время на комментарии дальше допустим вы захотели когда-то переместить куда-то в другое место ваше поле или метод комментарии вы можете забыть переместить либо вам не понадобилась часть программы вы ее закомментировали а потом вы все-таки подумали и решили раскомментировать и у вас вводит в ступор такая запись вы думаете что это часть метода что-то неудаленное либо это комментарии когда вы додумаетесь а это же комментарии вы его закомментируете в общем с комментариями очень все плохо и еще они ухудшают читаемость без комментария код читается немножко чище потому что вот эти все зеленые штуки в данном случае они немного мешают и сбивают стол то же самое хочется сказать когда мы создаем новый скрипт в unity по стандарту unity пишет что это метод старт а следующий например это метод апдейт и неужели нельзя уже не писать ладно один раз написали в unity на зачем писать миллион раз вот unity этим грешат и заставляет вас тоже как бы думать что комментарии это хорошо окей давайте уберем этот несчастный комментарий и у нас немножко все стало чище код немножко уменьшился из-за комментариев его проще просматривать но он становится чуть чуть меньше окей в данном случае если метод называется старт программ и вы в комментарии пишите что этот программ старт или старт программ или еще как-то зачем это делать если можно прочитать что метод называется старт программ значит логично что он запускает какую-то программу название такие себе да но сам факт выбираем этот комментарий дальше описание что делает метод этот метод добавляет числа здесь описание что добавляет два или больше чисел хочется сказать когда нужны такие комментарии когда нет если здесь очевидно что добавляет числа можно для большей ясности конечно сказать если вы очень сильно хотите что добавлять два числа на хотя это не совсем обязательно наверное но допустим то этот комментарий теперь вообще не нужен но когда он может понадобиться когда вы описываете давайте попробуем вот так сделать и вот так если вы пишете просто для игры или вашей программе просто так то есть комментарии для док на это ужасно почему и это прекрасно в другом случае тоже скажу почему во первых если вы пишете для игры и разрабатываете в данное время описывать для каждого метода это избыточно вы потратите кучу времени описывая каждую переменную и описывая что делает этот метод но если вы делаете для большинства пользователей или для переиспользования вашей программы то есть делаете какой-то отдельный модуль которым будут будут пользоваться много людей который практически не будет меняться вы можете описать каждый метод и вот эта подсказка summary если вы три раза слэш поставить она автоматически создастся она будет в подсказке когда вы наводите на метод вот так как-то она будет подсказывать здесь описывать что данный метод делает вот как вот здесь в unity описывает что он делает у нас пока он не описывает но будет описывать как только мы что-то сюда добавим интересно если я так добавлю да вот начала описывать что делает этот метод вот то есть если вы делаете библиотеку классов которые будут переиспользоваться которые вряд ли будут меняться то это идеальный вариант сделать именно такие комментарии обычные комментарии не всегда нужны но тоже могут быть если вы делаете какую-то такую сложную систему дальше если не совсем очевидно что вы хотите сказать в названии метода либо в методе или здесь делается какое-то сложное вычисление как вот здесь да вот здесь не совсем понятно что вообще происходит конечно чтобы было понятно можно это все вынести в отдельный метод и назвать что здесь происходит но если вы уже вынесли там еще что-то вынесли здесь непонятно что это такое да конечно чтобы стало понятно мы можем взять и вместо такой непонятной переменной здесь назвать вот нормальными словами правда поменять вот так и все это этот комментарий не нужен нет наверно ошибка сделана xx полу как то так в общем окей да если вдруг недостаточно названия то мы можем там что-то написать окей а так в других случаях мы удаляем комментарии и не переживаем по этому поводу наоборот код становится чище вы легче читать легче поддерживать и здесь так ясно что это добавляет два числа здесь начинается программа эта штука двигает камеру это что-то непонятное делать если это что-то непонятное делает вы не понимаете да и хотите добавить описание метода вернее комментарий то переименуйте класс сделайте его там каким-то понятным power timer там я не знаю это общее описание да нам нужно какой-то глагол вот допустим пока так вот уже что-то понятнее что здесь происходит вот окей что еще хотел сказать в принципе наверное все и я думаю основную идею вы подчеркнули и всем пока